Самое приятное время года, середина лета, июль. Начинаются первые запасы на зиму. Вот сейчас я расскажу, как буду солить огурчики. Сначала я их замочила часа на три. Приготовила чесночок, хрен выкопала, укропчик, листочки смородины, вишни. Добавила по три гвоздички на каждую трехлитровую банку, по три черных перчика, перчика душистого и параллаврового листочка. Начинаю укладывать огурчики. Побольше укропчика. Вот так я уложила первый ряд огурчиков. Там все специи, хрен, чесночок, укроп. Сейчас буду накладывать второй ряд. Эта баночка пока ждет, готовится. Внизу, как всегда, я кладу большие огурчики, а сверху поменьше размером. Вот так укладываю спокойненько. Итак, баночка с огурцами собрана. Теперь сверху мы положим оставшийся хрен, чесночок и укроп. Сверху хорошо укрываю укропом, соцветиями укропа. На трехлитровую банку огурцов я беру маленький 100-граммовый стаканчик соли, так, чтобы сверху на палец не досыпаю. 100-граммовый стаканчик соли. Высыпаю его в банку и заливаю водой из-под крана. Все, опускаем в погреб, и огурчики будут готовы. Воду заранее я налила из-под крана сырую, ну, чтобы немножко она отстоялась посмотреть, нет ли там каких примесей чистой вода. Можно и, в принципе, прокипятить воду, остудить ее. Но главное, что заливать надо холодной водой. Можно сырой, можно кипяченой. Вот, полные две баночки. Теперь я их переверну несколько раз, чтобы равномерно распределилась соль и опущу в погреб. Если вы хотите сделать малосольные огурчики, делайте то же самое, но добавьте еще одну столовую ложку сахара и не опускайте в погреб, а подержите одни сутки при комнатной температуре. А потом ставьте в холодильник и кушайте. Приятного аппетита! Соль равномерно распределяется. По всей жидкости, в каждой баночке. И также эту баночку.